Перекрикиваться! Перекрикиваться, хорошо! Ё-моё, тихо! Ё-моё, ё-твоё! Что произошло? Российская пропаганда мутировала и перешла на новую линию обороны. Теперь они уже не играют в эту игру, что Навального нельзя называть по имени. Что это берлинский пациент, блогер или тот гражданин. Теперь всё чётко. В нём признали реального политического оппонента. Ну и начали его мочить. И это интересно наблюдать по той причине, что кейс Навального сейчас активно обсуждается в Европе. И не только. А это видео, между прочим, не о Навальном. Дело в том, что они, с одной стороны, делают из Навального наймита Запада. Тот, который хочет... Ну, чем он хочет заниматься? Ну, короче, украинизируют Россию. И всем будет плохо без Путина. Но на фоне того, что Европа после провального визита Жозеппа Борреля его же устами заговорила о том, что, кажется, без санкций нам не обойтись, они начали на это реагировать. И здесь это уже касается непосредственно нас, нашей прекрасной страны, Украины. Это мы сейчас все обсудим. Меня зовут Роман Цымбалюк, ваш любимый блогер. Подписывайтесь на мой YouTube-канал по той причине, что я здесь называю вещи своими именами. А вот это все, как бы, собрание русофобов, оно никого не волнует. Я вас уверяю, что... Если бы русофобы еще не умели вводить антироссийские санкции... Собрание русофобов – это заседание Европарламента, где распекали Жозепп Борреля, который не отстоял чести и достоинства Евросоюза в России. И, да, там ему предлагали уволиться. И вообще всячески показали, что дедушка был слишком мягок с русским мишкой. Но они говорят, что санкции их не волнуют. И говорят об этих санкциях в течение многих-многих часов. Они обсуждают, как же Россия ответит. И какие варианты? Любые пусть вводят санкции. Они уже все, какие могли, санкции ввели. Пока не все. Голос Попова, слышите? Пока не все. И действительно не все. Есть над чем работать. И вот эта вот тема ввести санкции за нарушение прав человека, она, как мне кажется, интересна. Ну, по-моему, кажется, вот этот вот визит Борреля, это была попытка Запада увидеть в глазах российских визави мир. Но могли бы просто позвонить Зеленскому. Я об этом уже говорил. Он бы вам сказал, что они не собираются каким-то образом договариваться. Хотят делить мир, хотят, я не знаю, там, величие. Хотят пакт Молотова-Риббентропа. Хотя Молотов есть, а вот Риббентропа пока в Европе не видно. Ну, про Ангелу не говорите. Или каких-то других европейских политиков. Жузеп Боррель на эту роль не подходит. Не лозят на месте, не могут придумать новых санкций. Если бы это не оказывало никакого давления, наверное, бы... То есть, как вы слышите, они не в восторге от санкций, по крайней мере, и ведущие. Но вот этот вот товарищ, родственник Толстого, он настроен более решительно. Он в этой шкале на ура патриотов занимает самые высшие ступеня или ступени. В общем, наивысший щебель. И предлагает ответить Европе. Этой загнивающей Европе. А как же они это хотят сделать? Значит, как только они придут в следующие санкции, давайте мы тоже примем меры. Ну, как вы думаете, какие мы примем меры? Может быть, исправим ошибку 2014 года? Ошибка 2014 года? Ну, в смысле, уйдем в Россию? Или нет? Ну, судя по накалу страстей, что-то этот товарищ задумал другое. Когда не пришли на помощь русским в Харькове и в Мариуполе. Или, может быть, мы признаем республики Донецк и Луганск. Может быть, что-то такое сделаем. Нет? Или будем по-прежнему мяться в московских гостиных разговорами о наших западных партнерах. Вот он, ястреб, как он есть. Признаем оккупированный Донбасс в качестве чего? В качестве независимых государств. Но вариант, конечно, неплохой. Что тогда будет? Официально Россия зайдет туда не так, как сейчас, без шевронов и нашивок. Войдет российская армия и будет установлена де-факто новая граница по оккупированным территориям. Это понятно. Но вряд ли Владимир Путин на этот шаг пойдет. По той причине ему же Донбасс нужен для чего? Нет, насрать на русскоязычных на этих территориях. Ему это нужно как такой элемент или предмет давления на руководство Украины, чтобы там всяким медведчукам помогать. Что вот я вот договорюсь с Путиным, а вы все не можете. А я вот укололся вакциной, а вы нет. Хи-хи-хи. Но кроме этого, понятно, что Донбасс нужен для того, чтобы торговаться с теми же европейцами, ну и в первую очередь американцами. Но вот идея исправить ошибки 2014 года. Что получается? Путин он не идеален? Он ошибся в 2014 году? В России таких людей очень и очень много, которые считают, что надо было бомбить как бы Одессу и получить тот же набор санкций, как сейчас. Но это не получилось почему? Не из-за европейцев и не из-за американцев. А благодаря украинскому солдату, который не жалея себя настрелял в русских оккупантов и на каком-то этапе они были остановлены. Если бы мы не сопротивлялись, они бы шли, пока бы не пришли к западной границе Украины. Ну, как говорится, хрен им. Но вот это вот идея, что вводят санкции за Навального, а мы придем на помощь русским. Ну, то есть отправим жителей Мариуполя в подвалы, введем туда МГБ, Министерство государственной безопасности. Ну, и Харьков ждет точно такая же участь. Разбомбят там аэропорт, но как, это же русская традиция, приходишь первым делом, развали аэропорт. Ну, так было в Луганске, так было и в Донецке. В Крыму история немножко получше в этом плане, но сути это не меняет. Они угрожают за Навального начать войну с Украиной. Ну, даже не знаю, идиоты? Нет, не идиоты. Это такая вот политическая игра. И вот эти вот предложения действовать силовым способом, они как-то с регулярной, с большой регулярностью, с завидной регулярностью начали появляться в эфирах российских телеканалов. Ну, то есть нужна как бы маленькая победоносная война, но маленькой не будет точно. На русский Иван, помни об этом. И пошел лесом вместе с этими вот женщинами с немытыми волосами, которые рассуждают про медведя. Ну, с немытыми волосами совсем было очень тонко. Многие подумали не о евродепутатах, а совсем о других представителях и совсем другой страны. Но здесь они как раз и обсуждают, что как это так, Европарламент требует голову Борреля за то, что он не привез голову Лаврова. В переносном смысле. Поэтому пока мы будем с ними сюсюкаться и церемониться, они это, конечно, для них это как бы ощущение приручения медведя. Но один раз надо взять дубину, и прекрасно они все поймут, без банки меда. И вот насчет дубины, это логика хорошая, потому что, по-моему, Запад начинает понимать, что медведя вылечить, наверное, можно пытаться. Но уже 7 лет пытаются, и лучше, конечно, усыпить. А это уже обсуждается украинская часть, о том, что Украина проводит там всякие нехорошие мероприятия, что у нас собираются принять закон о коллаборантах, там какая-то система бальная для жителей оккупированного Крыма придумывается, предусмотрено, что если человек набирает какое-то количество баллов, там длинный список критериев, то он является коллаборционистом. Кто такие коллаборционисты? Наследники Власова прекрасно, хорошо должны помнить те, которые переходят на сторону оккупационной армии. В нашем случае это армия России. Кстати, закон о коллаборации, о коллаборционизме, он прекрасный. Только принять его надо было в 2014 году. Вот сейчас партия Европейской Солидарности внесла соответствующий закон, и это, казалось бы, здорово. Я совсем согласен, единственное, не могу понять, а почему сейчас? Ну, у вас было большинство в предыдущем составе Рады? Никто как-то особо не телился, не спешил. А сейчас как бы тема стала такой мейнстримом. А почему? Потому что стало понятно, что себя надо защищать. Если мы не говорим об оккупированных территориях, об их освобождении, то людей, которые коллаборируются с Российской Федерацией на свободной части страны, чтобы эту свободную часть страны сохранить, нужно каким-то образом урезонить. И для этого нужно новое законодательство. Вот у нас там Нарезникова набросили, что он говорит, что ну а что с ними делать? Они все граждане Украины, даже если получили российские паспорта. И с юридической точки зрения он абсолютно прав, по той причине, что наша страна не запрещает двойное гражданство и никоим образом не наказывает, не ограничивает этот момент. То есть мы что? Мы просто не признаем второе гражданство. Если товарищ получил паспорт с птицей, то что юридически это означает для государства украинского? Что он гражданин Украины, а его паспорт не признается, ну то есть как будто его нет. Ну просто этот момент не учитывается в этом раскладе. Но паспорт-то есть, и паспорт это стороны агрессора. Так вот, вот эти вот все реляции, которые мы слышим от российских пропагандистов, они интересны чем, что в конечном итоге вот Толстой говорит о том, что Украина это часть России. Да-да, будут нас освобождать от нас. Но не только он. Все разговоры в конечном итоге сводятся к этому прекрасному, по степени дебильности, тезису. После возвращения Украины в лоно России действительно не будет охоты на ветерин. Что такое лоно? Термин этот можно воспринимать по-разному. Но в том числе его можно воспринимать и как, знаете, есть такое хорошее украинское слово. Роскишница. Если кто-то не знает, можете погуглить. Ну, интересно для того, чтобы обогатить словарный запас в украинском языке. Так вот, в эту роскишницу они хотят вернуть Украину. Донбасс уже вернули и предлагается эта модель и всем остальным. Но на этом российская пропаганда не успокоилась. И выяснилось, что российская пропаганда, да, она контузила Илью Владимировича Киеву. Прям в прямом эфире. И это было забавно и интересно смотреть, что был человек, который в 14-м году, да-да, с оружием в руках, защищал государство Украина. А теперь что-то у него случилось в голове. Контузия. Скобеева контузила. Репутат Верховной Рады, объясните, почему Зеленский говорит, что украинцы не кролики, а того не дает им вакцину. С этой вакциной, как ни странно, лучше всех сформулировал глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис, который сравнил покупку российской вакцины от коронавируса с финансированием агрессии России на востоке Украины. Очень жалко, что эту простую мысль никто так четко не сформулировал в украинской власти. Почему мы должны что-то покупать у страны-агрессора, в принципе, если этого можно, в принципе, и не делать. Потому как производители вакцин с каждым днем все будет больше и больше. И пройдет совсем немножко времени, когда эта печальная история коронавирусная, в принципе, будет перевернута. Но они, что они делают? Они используют вакцину не для того, чтобы лечить украинцев. Им на них, ну, в смысле, на нас абсолютно насрать. И, опять же, опыт востока Украины. Они это используют, что, мол, вот, это Россия, она не мачеха, а мать, что вот она может прийти и всех спасти. А нахрена, но нам нужно. Но вернемся к товарищу Киви. Это, кстати, прикольно. Он же у нас из правого сектора. И это прекрасная организация, которую по каким-то причинам запретили в России, наверное, чтобы она у них выборы в Госдуму не выиграла. Она, ну, нам дала просто прекрасных людей. Есть Сергей Стерненко, у которого прекрасный YouTube-канал, который просто рубит правду матку, несмотря ни на что и несмотря на фамилии. А есть Кива, который тоже начинал там, а теперь в ОПЗЖ. Странно. Может быть, действительно контузия? На самом деле, ведь вопрос спасения нации для нынешней власти в Украине, это всего лишь навсего политическая история, которая контролируется Госдепой. Дальше там были слова о том, что американское посольство запретило нам покупать на российскую вакцину. Мол, у нас только американское посольство принимает решение по этому поводу. Ну, переживать не надо. В скором времени будут у нас и американские вакцины. Все это понятно. Но вот тут один момент, он все-таки заслуживает вашего внимания, потому что это говорит нам о чем? Что ОПЗЖ, ну, значит, что партия мудаков. Послы американского посольства, которые однозначно говорили, что Украина не будет покупать российскую вакцину ни при каких обстоятельствах. Послы. Ну, обычно каждая страна в другое государство отправляет одного посла. Ну, в понимании Киева их может быть много, хотя давайте-ка будем точны. У нас, в принципе, сейчас нет американского посла. Я даже не знаю, кто нами сейчас управляет, что это за американское внешнее управление без посла. У нас там временно поверены в делах, и посол вот в скором времени приедет. Но вот эта вот фраза, которая меня просто бесит. Для их это геополитический вопрос. Для них это вопрос противостояния. Ведь тогда разрушатся шаблоны страны-агрессора, которая навязана на протяжении последних семи лет и эффективно, скажем так, вбивается в мозги украинских жителей. Понятно. Это все медвещуковское влияние. Может быть, действительно, этот спутник 5 заразен. Но хочется, знаете, каким вопросом задаться. Если этого нет, если нет российского военного вторжения, и это все происки американцев. Допустим, это так. Но если это так, то почему Илья Киева награжден орденом Данилы Галецкого за личный вклад в укрепление обороноспособности украинского государства, мужество и высокий профессионализм, проявленные во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей. Киева, ты с кем воевал тогда? За что тебе орден дали? Или орден за заслуги перед вооруженными силами Украины? А это награда за что? Просто так? Потому что у тебя прическа классная? Да нет, все написано. В 2014 году там скандалов было много. Но факт остается фактом, что Киева принимал участие в войне с Российской Федерацией. А теперь говорит о том, что это все как бы выдумки американцев. Ты тогда как бы ордена отдай тем, кто их тебе вручил. Кстати, это не госдеп, а украинские силовые ведомства. И, между прочим, у Киева еще два пистолета. Форт-17 наградной. И пистолет Стечкина тоже наградное оружие. Я, честно говоря, не уверен, что людям с такой экспрессивной психикой в принципе стоит дарить пистолеты. Короче, Киева окончательно поломался. В этой партии ОПЗЖ правому сектору нужно быть внимательней при подборе кадров. Так вот, на фоне всего этого, на фоне Борреля, на фоне вот этих вот размышлений на тему, как мы отомстим Европе, напав на Украину, ну, есть же и официальная позиция Кремля. Всем спасибо, кто досмотрел до этого места. Можно подписываться. Да-да-да. Так вот, что сказал Дмитрий Сергеевич Песков? Господин Боррель, после того, как погасил в России, продолжает фантазировать на тему антироссийских санкций. Он говорит, что Россия не оправдала ожиданий, не стала современной демократией. И он еще сказал, что причиной напряженности между Россией и ЕС являются конфликты на Украине, Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии. Ну, то есть, получается, что мы виновники вот этих конфликтов. Как бы вы, Дмитрий Сергеевич, прокомментировали. Ну, естественно, он еще повторил, что Европейская ЕС продолжает поддерживать команду Алексея Навального. Ну, с Приднестровьем понятно, там военное российское присутствие. В Украине аналогичная ситуация. Крым, Донбасс. Ну, а за Белоруссию, это на российские деньги, на которых держится режим Александра Григорьевича Лукашенко. И, кстати, тут пишут, что он в скором времени отправится в Россию. Нет, не за Беркутом, а за деньгами. И выпишут ему 3 миллиарда долларов. Что-то я подобное уже слышал. Одному там президенту сначала в Ростов переехал, теперь в Сочи. Зовут его Виктор Федорович. Тоже выдали 3 ярда зелени. Мы действительно очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля. Ну, прежде всего, хочу сказать, что, действительно, по той информации, которая есть, действительно, переговоры в Москве, они были гораздо более содержательные, чем только одна тема, которая была упомянута. на того, кого они поддерживают. Они поддерживают осужденного. Непонятно только, в чем его поддерживают. Осужденного. Значит, что касается того, что тот самый переворот на Украине и ряд других конфликтных ситуациях привели к ухудшению отношений, да, мы в этом согласимся. Это действительно так. Именно эти ситуации привели к ухудшению отношений. Именно тогда ряд европейских стран, поставив свои подписи под известным документом, не выполнили своих обязательств. Что привело к государственному перевороту, к силовому перевороту, собственно, в сердце Европы. В сердце Европы. Именно поэтому у нас ухудшились отношения. Именно поэтому европейцы перешли к практике двойных стандартов. Что было для нас абсолютно неприемлемо. Дмитрий Сергеевич рассказывает о соглашении, которое подписал Янукович 21 февраля 2014 года. Это соглашение с оппозицией при посредничестве Франции, Германии и Польши. И они всегда в своей пропаганде ссылаются на этот документ. Но Янукович сбежал, и хрен бы с ним. Но понимаете, в чем дело? Янукович 21 февраля 2014 года еще паковал вещи в Украине, в Межгорье. А на медали Министерства обороны почему-то выгравирована цифра 20 февраля 2014 года. То есть даже на тот момент, пока Янукович не был снизвергнут, россияне уже начали захватывать украинский Крым. А теперь нам рассказывают, что именно из-за Украины, которая приятно что-то признает Песков, находится в сердце Европы, началась вот такая заруба. И здесь занять позицию посередине уже не удастся. Ну, кстати, никто ее и не занимает, по той причине, что Украина это уже Запад. Подписывайтесь на мой чудо-ютюб канал. Всем спасибо за лайки, репосты. Спасибо, что смотрите, комментируете. Это действительно важно, приятно. Я стараюсь всем отвечать. Отдельный респект моим патронам и патронессам, которых, кстати, с каждым днем становится все больше и больше. Чао!